Лето в Подмосковье можно провести ярко одно из мест активного отдыха для жителей городского округа Ликино-Дулёва – конюшни в деревне Короткого Гранд Стейблс. Там можно не только пообщаться с животными и выйти верхом на прогулку, но и попробовать себя в конкуре. Ирина Викулова – тренер и действующая спортсменка. Здесь, в классе по конкуру, проводят почти все свое время, а в ее руках лошади готовы покорять новые высоты вновь и вновь. Киса молодец! Конюшни Гранд Стейблс работают всего два года. Тогда же начали набирать группы детей для участия в соревнованиях. И уже сейчас есть первые результаты. Пока их немного, но это только начало. Это элитный вид спорта, и это довольно-таки очень сложно. И в этом году уже детишки стали ездить на соревнования, уже привозят первые победы, первые кубки. Это не может не радовать. Надеемся, что в будущем это будет развиваться. Старайся глубже заходы делать! 27 лошадей. Животные живут здесь, как в санатории. Ежедневные СПА-процедуры, прогулки на свежем воздухе, тренировки в классе и обязательные расслабляющие мази после. По-настоящему преданные чувства так и воспитываются. Все начинается именно с заботы и ухода о лошади. Вот это вот первое, что мы детям, можно сказать, внушаем, и они должны это понимать, что лошадь не велосипед, которая отработала какой-то там час и поставили ее в уголок и забыли про нее. Нет. Лошадь – это живое существо, которое требует колоссального ухода и, соответственно, обращения к ней. Лошадь чувствует все эмоционально. Среди постояльцев конюшен и заслуженные ветераны, один из любимцев гостей – конь-жетон. Ветеран МВД служил в конной полиции. Есть здесь и совсем молодые жеребцы, своенравные и спокойные, свободолюбивые и общительные. Особенно подрастающие поколения даже не знают, как выглядят там коровы, коза, какого размера лошадь. То есть, когда они подходят и видят размеры, они видят это в книжках, они видят это в своих гаджетах, но живое общение непосредственно с живым объектом, который вот такой вот добрый, теплый, не всегда послушный. Хотелось бы, чтобы наши жители получили как можно больше удовольствия при общении. Жанна Фарафонова – одна из тех, у кого в этой конюшне живет конь. Хантер – племенной жеребец, характер соответствующий, но претензий к месту жительства нет. Сама Жанна приходит сюда, чтобы отдохнуть душой. Коня надо отрабатывать пять раз в день, пять раз в неделю. Три раза в неделю это точно здесь приходится быть. Его нужно отработать, плюс амуницию подготовить, подготовить коня к выходу. В ближайших планах у хозяев конюшни организовать занятия по ипотерапии для особенных детей. Хотя уже сейчас люди с ограничениями по здоровью могут приезжать сюда просто пообщаться с лошадьми и помочь ухаживать за ними.